здравствуйте дорогие друзья 135 псалом этот псалом а также следующий 136 с ним вместе они составляют великий галель то есть великие благодарственные псалмы которые читались во дворе храма и уровень этого псалма уже этим сказано внутри псалма говорится о том что нет границ могуществу бога он единолично властвует над природой над народами над всеми высшими силами и те неуязвимы кто выполняет волю бога вот и все читается этот псалом для полного покаяния написано в древних книгах после каждой молитвы после шахарит минхем от 33 раза молитву познаем и вот после каждой молитвы лучше всего читать этот псалом и тогда человека раскаяния больше принимается есть интересное толкование на 19 20 посудки этого самого знаменитых слова из такой рабesse славуты но слова там знамениты это дома Израиля благословляете бога дома Арона благословить бога дом леви благослов знать бога трепещущий при богом благослов accelerating он говорит что рабе мошей слова ты он говорил что все что бог творит это милость и добро но иногда нам это милость скажется по незнание и маловерию злом. И мы говорим в молитве Алиль. Дом Израиля благословите Бога и дом Аарона благословите Дома. И вот это 19-20 псалхи. Это заявное добро благословляет Всевышнего, написано весь Израиль. За скрытое добро благословляют праведники, написано дом Аарона. Но за то, что кажется нам злом способны благословить Бога, только праведники такие великие и написаны трепещущие перед Богом. Это такая великая тайна, но идем дальше. В 17-й стаке 135 встречается удивительное сочетание, тоже до конца не раскрытое мистиками. Два противоположных по смыслу слова объединяются в одно. Эйн Эйш. Буквально нет есть. Это редчайшая форма и перевод ее нет в наличии. Это единственное место во всем Танахе, где оно употребляется. Многие люди пытались расшифровать. Почитайте 17-ю строку, может быть у вас появится новая. Что пишут в древних книгах? Написано, чтобы уберечься от дурных мыслей. Когда в голову лезут все время нехорошие и дурные мысли, то читают этот псалом. Для раскаяния, для Чува, еще раз говорю, читать его три раза в день, и он очень помогает. Книга Шамушти Гули. Брахава Ацлахана. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok